Теперь Донбасс. Ночью киевские силовики вновь атаковали города и поселки на территории провозглашенной ДНР. В результате обстрела Донецка погибли двое мирных жителей. В одном из переулков прямым попаданием снаряда разрушен дом. В райцентре Тельманово 10 поврежденных домов, но обошлось без жертв. Досталось и горловки. Кроме того, украинская артиллерия практически сравняла с землей Белую Каменку. За несколько часов до массированного обстрела там побывала съемочная группа Первого канала. Репортаж Антона Степаненко. Это поселок Белая Каменка. В трех километрах Новая Ласпа. На сегодняшний день это, пожалуй, самые горячие точки на фронтах Донбасса. Не проходит и дня, чтобы позиции Донецкой армии здесь не обстреливали. Кроме того, этот участок считается наиболее вероятным местом прорыва, если вооруженные силы Украины попытаются перейти в наступление. Уже месяц украинские войска утюжат артиллерии и пытаются расшатать танками с пехотой ротный опорный пункт. Третья рота 1-го батальона 1-й славянской бригады. Сейчас обстановка как-то изменилась, ухудшилась, лучше стала? Ухудшается с каждым днем потихоньку. Объясни, пожалуйста. Ну, знаем, что пригоняют всю новую технику, тяжелые танки, самоходную артиллерию. Также пригоняют резервы. Все время солдаты стараются проводить в окопах. Чем глубже зарылись, тем надежнее. Противник наглеет, говорят бойцы. Лесополосы позволяют ему не очень заметно подходить все ближе и ближе. Тем более под прикрытием артиллерии. А работает она теперь с минимальных дистанций. Мы даже не слышали звук выхода. Сразу прилет. Это неожиданно. Командир взвода ведет нас по настоящим улицам своего подземного поселка. С домами, столовой. Здесь рота живет, воюет, ест, спит. Неделями под обстрелом. Причем в выборе калибра Киев не стесняется. Это подтверждают и россыпи осколков, которыми усыпаны позиции. От минометов, от градов, от танковых и артиллерийских снарядов. У нас уже хорошо открытые окопы. В некоторых местах достигают глубину более двух метров. Это для хороших обстрелов типа Града и крупнокалиберной артиллерии. Градом тоже они работали? Да. Работали по позициям все роты, но попасть получилось только в один окоп. Причем дважды. Из танка и градом. После этого окоп назвали несчастливым. Здесь погиб солдат. Попадание было тут, но его засыпало полностью. Тут окоп тоже глубиной в полтора метра. Он был полностью засыпан. Мы откапывали его весь день потом. Пока на передовой затишье разведчики ведут нас в поселок Белая Каменка. Люди его оставили. Жить на линии фронта невозможно. Каменные дома безопасность не гарантировали. И убегая от обстрелов и под обстрелами, они бросали буквально все. А передовые позиции третьей роты в полях перед поселком как стояли, так и стоят. Обыгрывая и украинские обстрелы, и танки, и пехоту. Чем вы украинскую армию удивили? С стойкостью, выдержкой. Подпустили в упор. Они начали считать, что мы растерялись. Мы их подпускали на ближний бой. В ближнем бою, как всегда, выиграли. Они к этому не были готовы? В ближний бой это мужество. Подбитый украинский танк метрах в 50 от позиций это подтверждает. Уже через пару часов после нашего отъезда ротный пункт у Белой Каменки украинская армия стала обрабатывать. 240-мм минометами «Тюльпан» и 152-мм гаубицами «Акация». И поселок перестал существовать. Это последние кадры с еще стоящими на его улицах, пусть и поврежденными, но домами. Название «Белая Каменка» теперь осталось только на картах. Антон Степаненко, Артем Григорян, Виталий Мельниченко, Первый канал «Белая Каменка», Донбасс.